Это и есть жемчужина перед нашим Господом. Я прочитаю послание официанам с первой главы, с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, какую Он в преизбывке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну воли Своей по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дады послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышав Слово Истины, благословение вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Я благодарен Апостолу Павлу за эти слова, потому что от создания мира и до сегодняшнего дня Он вместил в эти строки. Что же заключается в этом? Почему так емко Господне Слово? Потому что здесь речь идет о душе, о предназначении, о том, что мы являемся нерким, драгоценным для Господа нашего. Мы не просто плоть и кровь, но в нас живет Дух, который вдохнул Господь Бог. И на земле случилось то, что случилось от начала. Вы знаете Писание, как Ева, быв искушаема от дьявола, переступила заповедь Господня. И человек потерял то, что было ему дано Господом. И теперь, когда прошло множество веков, множество лет, Апостол Павел говорит, прежде создания мира, он о нас уже подумал. Он нас избрал тогда, прежде создания мира, когда еще не было земли, не было дамов, было избрание человеков. Апостол Павел говорит, что не ангелом покорил Господь Вселенную, но человеком. Своему творению Господь покорил Вселенную. И теперь, что случается между людьми? Насколько низко человек падает, когда доходит до личностного. Насколько низко человек опускается, когда подходит дело до его кармана, до его интересов. Как низко человек падает. Почему? Потому что либо не слышал обетование Господне, либо не знает их, либо отвергнул. Есть множество людей на этой земле, которые отвергли Богу Божию о себе. Мы здесь собравшись, свидетельствуем, что мы приняли. Мы собравшиеся, и люди сегодня, сходящиеся где-то во имя Господа Иисуса Христа, они свидетельствуют, что они приняли. Но это еще не все. Если человек принимает, это первый шаг, который делаем мы Господу. Мы должны вместить в себя сердце открыть. Тогда, чтобы Он принял нас. Потому что Иисус говорил в своей притче, много званых, но мало избранных. Много людей было позвано, мало откликнулись. И из тех, кто откликнулись, нашлись, которые были не в брачных одеждах. Это очень печальная участь для живущих на земле. Может, мы иногда обдумываем некоторые наши поступки в жизни, и у нас получается то, что мы задумали. И мы радуемся этому. Потому что мы что-то сделали, и оно дано плод. Но когда Господь о нас что-то задумал, и это не получилось. Вы знаете, какие обстоятельства бывают в жизни. Вы знаете, многие семьи, многие родители потеряли детей своих. Многие дети потеряли родителей своих по причине невежества, по причине обмана, по причине того, что люди идут, не задумываясь над тем, что есть Господь, и Он утвердил истину на этой земле. По этой причине люди теряются. И здесь, когда мы говорим о душе, то я нахожу, что человек, который нашел Господа, и которого нашел Господь, это и есть та совокупность. Совокупность чистоты, праведности, святости. В этом мы и есть светом на этой земле. Иисус говорил, что если ваш свет это тьма, то какова же тогда тьма? Какая тьма, если люди, которые говорят о Господе, которые говорят о любви, способны на ложь, способны на ненависть, способны на обман, на клевету, то какова тогда тьма? Пророк Иеремия некогда говорил такие слова, и мне эти слова очень зацепили. Он говорил, не всегда будет мрак там, где сейчас Он окуспел. Маленький свет, маленький лучик света в хронешной тьме, и он ее рассеивает. Маленький лучик, и его видно очень далеко. Мы видим звезды, до которых, как ученые говорят, миллионы лет, расстояние световых лет. но мы их видим в темноте, на темном небосводе мы их видим. Это свет. И бывает на земле времена мрачные. И тогда пророк Иеремия, то время, вы знаете, какое период времени он жил? Он жил перед пленением, и в момент, когда пленили народ израильский, когда разбили границы, когда разбились города, когда не стало царя, не стало государства, в это время жил Иеремия. И ему очень печально было от того, что это происходит, потому что он знал, что это произойдет, и он говорил еще в мирное время, он говорил, обратитесь, поставьте путевые знаки, вернитесь, посмотрите, что Господь сказал. Но не обратили на эти слова внимания. И когда пришел враг, когда разбил стены, когда пленил Израиля, когда уводили их в разные стороны, в расселение, вы знаете, это был вавилонский плен. Расселили Израиля, нету Израиля больше. И тогда Иеремия сказал эти слова, не всегда будет мрак там, где сейчас он огустел. Что же видел этот человек? Я знаю, что он видел. Он видел славу народа израильского. Он видел грядущего Иисуса Христа. И он с надеждой сказал эти слова, что не все время будет мрак. И я говорю вам сегодня, если вы испытываете какие-то трудности, если есть какие-то несчастья в вашей жизни, не всегда будет мрак. Потому что есть Господня воля о нас. Я прочитал эти слова апостола Павла, они меня впечатляют очень. Потому что он очень коротко сказал, что Господь нас избрал для чистоты, для святости. Это наша жизнь. Мы принимаем друг друга такими, как мы есть. И Господь нас должен принять такими, не такими, как мы есть. я имею ввиду порочными, грязными, убийцами, клеветниками. Нет, он такими нас не принимает. Он принимает очистившись. И написано, кровью своей очистил нас. Он кровью своей искупил нас. Он дал нам это прощение. Впредь мы не клеветники, впредь мы не обманщики, впредь мы ясно смотрим глаза друг другу. И мы не прячем глаза свои за неправильно сказанное слово, за спиной. Знаете, когда люди, не ведающие Бога, как они говорят, одно делает другое? Мы говорим то, что мы делаем, и делаем то, что мы говорим. И это есть свет для этого мира. Это есть луч надежды, это есть наши обетования от Господа. Мы каждый день подходим к зеркалу, смотрим на себя, видим, поправляем, если надо, если грязное, помоемся, если непричесанное, приберемся. есть внутренний человек, которого мы в этом зеркале не видим. Мы не видим в этом состоянии нашей души. В этом зеркале имеется ввиду то, что у нас ванной комнате. Мы там не видим состояния нашей души. Но мы можем увидеть состояние души, если мы заглянем в Слово Господне. там есть отображение нашего состояния. И если нам кажется иногда, что мы сильны, если нам кажется, что мы многое можем, то попробуйте. Если вы осильны, то, что вы намерились поднять, значит, вы сильны. Если вы сделаете то, что вы намерились сделать, то, что вы запланировали сделать, значит, вы сильны. Вы это можете сделать, но если только слова, тогда надо признать. Если я говорю только слова, и ничего из этого не происходит, значит, надо осознать, что в этом зеркале я ничего не вижу. Я понимаю, что с возрастом душа человека должна наполнить это тело и выйти за рамки вот этого тела. выйти за пределы, чтобы сияние Господней славы, оно было на расстоянии видно, чтобы чувствовалось. Но если эта душа со стечением лет нас морщилась, она где-то там в глубине затаилась, она уже боится даже заикнуться о чем-либо, тогда надо признать, что беда. И в этом состоянии есть надежность. Не всегда будет мрак там, где он обуспел. Есть обретование. Я вернусь опять к словам апостола Павла. Он говорит, в нем и вы услышав слово истины благослования вашего спасения и уверенно запечатлены Святым Духом. В чем же слово истина? Знаете, я не склонен к тому говорить, что мы познали истину, Господь один и теперь уже дальше этого нету ничего. Истина есть в аспектах нашей жизни. В каждом вопросе нашей жизни есть ложь и есть истина. Есть правда и есть обман. В каждом аспекте нашей жизни. И поэтому мы если находим истину, если мы его нашли, да благословит Господь. Сколько нас здесь людей. Каждый человек сказал бы то, что он достиг, и этого бы восполнило и достаток других. Тогда вы имели совокупность истины. Но если я здесь нахожусь и я молчу о том, что я знаю, то может быть я и буду спасен, но вы потеряете то, что было во мне. вы не ненавием. Поэтому Господь сказал через апостола Павла, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть слово, есть псалом, есть получение, есть наставление, есть слово мудрости у каждого из вас. Не у одного, не у двоих, но у каждого. Иисус Христос, живя на земле, сказал такие слова своим соотечественникам. Познайте истину, и она сделает вас свободными. Я задавал себе вопрос, а от чего освободит она эту истину? От коммунистов я освободился, убежал в мире. Их там, конечно, уже не было, но власть они еще держат. От соседа я освободился, продал дом, переехал. От братьев освободился, ушел, не общаясь с ними. Нет, это не та свобода. От чего же освобождает нас истина? Истина нас освобождает от обмана. Если мы знаем правду, мы никогда не купимся на обман. Если мы знаем волю Божию, мы никогда не купимся на волю противника. Потому что его воля провозглашена Иисусом Христом, он сказал, он был враг и человек, вор и человек, убийца от начала. Мы никогда не купимся на его предложение. Он конечно предлагает очень красиво подтасовывать под истину. Но как язык различает дичь от домашней птицы, когда готовят дичь и готовят домашнюю птицу, то язык различает вкус другой. Так и мудрый человек различает слова. Это написано в книге притчи. Так мудрый человек различает слова. И никто не может купить его за дешево. Никто не может продать ложь за истину. И наша цель на этой жизни, чтобы Господь нас укрепил. Чтобы мы, имея этот дух в себе, могли каждому принести пользу по мере дарования то, что Господь нам дает. Много людей на земле одни есть люди сильные физически, другие очень слабенькие. Есть люди физически здоровые, есть люди больные, есть люди умные на этой земле, есть люди более глупые. Но все это творение Господне. И Господь это восполняет тем, что сильный поможет слабому. Он не воспользуется этим слабым. чтобы сделать его еще слабее. Он ему поможет, чтобы тот встал на ноги. Здоровый поможет больному, потому что больной не может поднять 20 килограмм. Здоровый может поднять и 100. И умный поможет тому, кто не достает разум. И в этом есть полнота тела, полнота церкви Господней, которая призвал нас Господь. В этом есть наше обетование, что мы живя на земле, нашли друг друга, нашли Господа, и Он нашел нас. В этом есть наш луч надежды. И здесь, живя на этой земле, мы благодарим и восторгаемся тем, что Господь дал нам Духа Своего. Не Духа заблуждения, не Духа блуда, не Духа братоубийства, но Духа любви, о котором был исполнен псалом. Потому что любовь, она объемна. И мое желание, конечно, чтобы каждый из нас, имея в себе начаток, возрастал. Возрастал в того человека совершенного, в меру возраста Христова. Будьте благословенны. Аминь.